Благотворительный марафон «Елка желаний» прошел накануне в Жабинке. Мечты 40 ребят исполнили добрые волшебники из предприятий, профсоюзных и общественных организаций района. Побывали на празднике исполнения желаний и наши корреспонденты. Все желания детей в виде конвертов находились на новогодней елке. И при их открытии мечты тут же становились реальностью. Хочу в первую очередь выразить слова благодарности нашим предприятиям, нашим спонсорам за эту акцию, за то, что вы нашли время, возможность и средства поучаствовать вместе с нами, потому что я думаю, что каждый из вас сегодня согласится с тем, что, наверное, самое главное спасибо для нас в нашем труде – это счастливые глаза наших деток. Благотворительная акция «Елка желаний» проходит уже девятый год и занимает яркую страничку в новогодних акциях для детей. Многие дети из любых семей, многодетных и малообеспеченных, и находящихся в социально опасном положении, и детей-сироток, которые остались без попечения родителей, и даже наших замечательных одаренных деток, которые приносили награды нашему району в творческих конкурсах и олимпиадах разного уровня. Все детки были охвачены нашими мероприятиями и акциями. Почти месяц накануне «Сказочный Дед Мороз» принимал письма желания от ребят. Полина Дикон в первую очередь подумала не о себе. Она попросила для бабушки кресло-качалку. Мне хочется, чтобы у бабушки всегда все было самое лучшее. Неожиданно, но я очень рада. И спасибо большое организаторам, спасибо спонсорам. Я от всей души благодарю и желаю всем мира, добра, детского смеха побольше. И если мы будем радость детей слышать, значит не зря мы прожили эту жизнь. А юный спортсмен Павел Савчук попросил боксерскую грушу, чтобы заниматься боксами дома. Мое желание было грушу, потому что я хотел не только заниматься по вторникам, четвергам и воскресеньям, я хотел еще заниматься и дома. Я не думал, что у меня получится, что мое письмо заметят. И я удивился, что мое письмо заметили. Исполненные на елке желания, мечты ребят – это еще далеко не все. Ряд пожеланий будет выполнен в течение года. Это курсы, экскурсии, сертификаты на получение различных медицинских услуг. Добрыми волшебниками в Жабенковском районе стали трудовые коллективы, профсоюзные и общественные организации. Наше общественное объединение всегда основной задачей считает помощь различным слоям населения, особенно малообеспеченным. И особую роль мы, конечно же, даем детям, потому что это не только наше будущее, но и настоящее. И вот эта акция республиканская, которая проводится, уже проводится на протяжении всех новогодних праздников, наши дети, продолжается и сейчас. И мы рады, что сегодня в зале собрались дети, которые, загадав желание, это желание у них исполнилось. Благодарностью добрым волшебникам за их подарки стали счастливые улыбки на лицах мальчишек и девчонок.